Движение Говорят, движение – это жизнь, а бег – это здоровье. Абсолютно солидарен с этими высказываниями. Ну, тогда тебе очень интересно будет побеседовать с нашей следующей гостьей. К нам присоединяется координатор движения «Щедрый вторник» в Украине – Любовь Раенчук. И мы будем говорить об очень полезной инициативе для столичных любителей бега, а именно о беговых аудиодорожках. Здравствуйте, Любовь. Расскажите, откуда, почему и для чего появилась идея аудиомаршрутов для пробежек по Киеву. Всем привет. Я представляю рух «Щедрый вторник». Это день добрых дел в Украине. Это часть большого международного глобального руха «Giving Tuesday». И от каждого года «Giving Tuesday» происходит в вторник после Дня Подяки. И мы с командой «Кайм Челлендж», это фэнрейзинова платформа в Украине, уже традиционно делали «Щедрый забег». И первый наш досвид этого забега показал, что людей нужно каким-то чином мотивировать идти бегать наприкінці листопада або на початку грудня, и мы шукали решение, которое поможет людям не только идти бегать, но и найти способ, чтобы им было интересно. И даже если они не будут бегать, а идти, это все равно остался элемент долученности до чего-то великого и хорошего. И, в основном, так придумалась креативная идея, чтобы записать аудиомаршруты, которые будут раскрывать тематики, с которыми мы работали. И при этом для людей остался такой післясмак того, чтобы они не только бегали, но еще и узнали что-то новое. Ну и как это выглядит? Как это выглядит? Есть записана аудиодорежка. Мы их адаптовали для кількох вариантов. То есть это были маршруты для пробежки в Киеве, в которых был конкретный старт и финиш. И они были записаны на разные маршруты, там 2, 5 и 10 километров. Также мы записали вариант этой аудиодорежки, аудиовиставы для людей, которые не живут в Киеве, а просто могут пойти на пробежку, включить это в любом городе и узнать больше проблем. Поэтому, если вы в Киеве, можно прийти на старт маршруту, включить аудиодорежку и окрім информации про саму дорежку, про сам маршрут, вы узнаете больше про проблему, про которую будет рассказать в аудиовиставе. Если вы находите в любом другом городе, пропускаете пункт, где вы приходите на старт маршрута в Киеве и просто включаете аудиовиставу. Ее можно найти на мегого аудио. А какие темы можно послушать во время пробежки? Почему именно эти темы вошли в аудио? У нас была такая речь, мы співпрацювали с различными фондами в рамках «Щедрого забега». То есть логика была такая, было там близко 45 фондов, которые организовали свои команды, свои забеги, люди их поддерживали. И мы, проанализировавши все эти фонды, объединяли их за категориями для того, чтобы люди, если они выбирали тот или другой фонд, который они хотят поддерживать, они, соответственно, выбирали и эту тематику. Тематик всего было 5. Это «Здоровье» и «Довголетие», «Природа» и «Довкилля», «Инклюзия», «Патріотизм», а также «Дети» и «Батьки». Там есть «Довщие» назвы, но вот так можно объединять. Где их можно найти и как послушать? Сейчас эти аудиовиставы доступны на сервисе «Мегого». Это был наш партнер, с которым мы записывали аудиовиставы на их студии. И потом, за нашей договоренностью, они остались на сервисе. И можно зайти в раздел «Аудео» и таким образом там безкоштовно послушать. А также можно долучиться до благодейного, мать еще благодейный элемент в этой истории. Потому что благодейность не заканчивается одним разом, даже если это был щедрый забег напрямую листопаду. А сколько таких аудиомаршрутов есть в Киеве? Пять. И, соответственно, каждый аудиомаршрут можно разбивать на эти родные вестыни, как я говорила. Это 2 км, 5 км и 10 км. И на каждый из них наш диктор записывал разные виды виставы. То есть они были скороченными в варианте, более долго. И мы очень внимательно подбирали дикторов на то, чтобы было интересно слушать. И, например, тематику экологии озвучивала унука. И Ната Жищенко, в основном, в том, что она часто рассказывает про важность борьбы с смятезвалищами, про влияние, например, чернобыльской катастрофы на экологию и тому подобное. Дмитро Шуров озвучивав здоровье и довголетие. Идея была в том, чтобы показать, на сколько деталей, про которые мы не задумывали, что все понимали, что все понимали. И инклюзию и безбарьерный постер озвучивала Соломия Витвицкая. И там был маршрут, складанный таким образом, что, на самом деле, весь маршрут инклюзии был максимально неинклюзивный. Там были сходы, какие-то перепоны, мы шли по Андреевскому озвозу. Идея была в том, чтобы показать, на сколько деталей, про которые мы не задумываемся, впливают на жизнь людей, у которых есть ограничения в мобильности. И мы это пытались вытворить. Также патриотизм и национальные ценности звучали голосом Ярослава Лодигина, а «Дети и бедховство» озвучивала Саша Кольцова из группы «Крихетка». Класс! Я уже хочу все послушать! Да, там, насправді, очень красивый способ засвоения и дознавания про проблему. Нам много людей сказали, что никогда раньше не задумывались про эти базовые трудности, с которыми стыкаются люди, которые борются с этими проблемами. И это помогает ближе понять, кому ты помогаешь и почему им эта помощь нужна. А вот вы сказали, что в рамках проекта можно участвовать в благотворительной инициативе. Как можно участвовать и на что идут собранные средства? Как я сказала, это был такий партнерский сторонний проект, поскольку это рух за добрые справы и благодейность. У нас было много партнеров, но основным нашим ключевым партнером, с которым мы все это начали делать, был «Канчеллендж». Это фендрейзеновая платформа. И вот сейчас на Мегого они позволяют послушать все эти аудеодорежки безкоштовно, но также запрошу доединиться до сбора, который есть на платформе «Канчеллендж». Они собирают на оснащение для ЗСУ, там квадрокоптеры и другие необходимые вещи. Будет расширяться проект? Может появятся новые маршруты в Киеве, в других городах? Мне, честно скажу, тяжело пообещать однозначно, но я думаю, что как и каждого года мы что-то придумаем. Может это уже будут на маршруты, может это будет что-то другое, но это однозначно мае быть идея, которая будет объединять всех людей вокруг добрых вещей и для того, чтобы каждый памятал, маленького внеска не существует, делать добрые вещи можно в любой способе, даже когда вы занимаетесь спортом, бегаете. И это основная наша думка, которую мы просуем и которую мы с «Канчелленджом» активно поддерживаем. Спасибо вам большое, мы вам желаем удачи в том, что вы делаете, и я сейчас после нашего выпуска буду слушать. Любовь, традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Что вы будете делать в первый день нашей победы? Будете бегать? Это совсем не моя история. Мы делаем проект, в котором все могут бегать, и при этом я его и шла. И в первый день после победы я, напевно, просто буду плакать. Вот этим я собираюсь заняться. Від счастья, звичайно. Может, и побегаю, но обещать вам точно этого не могу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.